Я приветствую вас на канале Аленин сад. У меня не так давно вышло видео про мой огород в июле. Огород у меня находится в Калиновке, на моем новом участке, с совершенно немного другими условиями. И там в этом видео я показала свои томаты в теплице и посыпались вопросы, чем они у вас подвязаны, как вы их подвязываете, что это там у вас такое красненькое на ваших томатах. Чтобы не отвечать каждому, я решила сделать отдельное видео и рассказать вам про вот эту замечательную вещь. Это называется таппинер. Это не так давно изобрели, и эта штука потрясающая. У меня уже года три. Я показывала его в видео, когда только приобрела. Показывала, рассказывала, все, показала, как он работает. Но мало кто на него обратил внимание, потому что, ну, новинка, как ни крути, хоть уже и три года прошло, все равно мало кто об этих таппинерах знает. Заказать, кстати, это не реклама. Мне совершенно все равно, где вы будете его покупать, этот таппинер. И не будете покупать, мне тоже все равно. Но на самом деле вещь потрясающая. В хозяйстве у садовода-огородника, в большом хозяйстве, конечно же, пригодится 100%. Не знаю, что бы я без него делала, потому что таппинером я подвязываю абсолютно все. Но в первую очередь это спасение для томатоводов и виноградарей. Для тех людей, которым нужно много побегов привязать, которые без конца во все стороны растут, 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 растут. И вязать это все веревочками очень тяжело, и физически тяжело, пальцы заплетаются. И по времени, очень много времени уходит на то, чтобы нарезать веревочки, и потом привязывать все эти побеги, которые вот таким вот лесом разрастаются. А таппинером чпок, и готово. А стоит он не так дорого, на мой взгляд. Но, конечно же, не как моток ниток. Он стоит дороже. Ну, у каждого свои доходы, у каждого свои расходы. Тут уж кто что выбирает. К нему уйдут запасные ленточки и скобы. Это все на Алиэкспрессе с успехом можно приобрести. Как и сам таппинер тоже, кстати, можно на Алиэкспрессе. Но сейчас он в любом садовом интернет-магазине точно продается. В таком обычном магазине, наверное, не встретишь. Ну, в садовом центре каком-то. Это будет еще редкая штука. Вот. Такая штука. Таппинер. Красные ленточки, белые ленточки, синие ленточки. Какие захотите, какие купите, такие они у вас и будут. Еще у меня спрашивали, что делать с этими ленточками после того, как сезон закончится и мы убираем томаты. Я беру просто ножницы, не раскрывая ножниц. Сейчас я не могу вам показать. Нет, есть у меня. Вот так беру я ножницы, ввожу под эту ленточку осенью и просто отрываю ленточку от стебля и веревочки. Ленточка падает на землю, соответственно. Потом, когда все уже я уберу, всю ботву уберу, ленточки собрать на полу теплицы не представляет труда. Абсолютно легко их можно собрать и утилизировать в пластиковый мусор. По объемам пластикового мусора, который мы генерим, эти ленточки получаются минимальные. То есть это приблизительно 2 стаканчика от йогурта по затратам пластика. Это будет. Ну, это для тех людей, справка, кто беспокоится об окружающей среде. Сейчас я вам покажу, как этот таппинер заправить. Как вставить ленточку, как вставить в скобы. Мало ли, вдруг кому-то это пригодится и это повысит полезность моего видео. А вы пока что ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал Аленин Сад. Здесь уже очень много всего интересного, полезного, много полезных советов. И, конечно же, огромное количество моего опыта, которым я щедро с вами делюсь. Таппинер, по сути, представляет из себя смесь скотча и степлера. Скотч нам напоминает вот эта вот пластиковая ленточка. У меня она просто красного цвета, но она может быть совершенно любого цвета. Изначально в комплекте с самим таппинером у меня была лента прозрачная. Ну, купила на Аликс, заказала красную. Пусть будет красная, тоже хорошо видно ее издалека. Поэтому вы все ее и заметили. Вот у меня сейчас ленточка как раз закончилась. Мы просто ее вставляем на место и продеваем вот сюда. Это мы все закрываем. Все очень просто. И здесь сверху нужно через это отверстие ее просто продеть. И здесь у нас вытаскивается вот такая штучка. И сюда вставляются скобы. Скобы вставляются вот сюда, в нижнее отверстие. Видите, в отличие от степлера, как бы острыми краями кверху вставляются. Я однажды неправильно вставила. Не понимала, почему у меня ничего не работает. Так, вставляем. Заглушечку вставляем. И вуаля. Что-то там не мешает. Вот у меня набор. Тут тысяча штук. Десять тысяч штук. Я сразу заказала, купила десять тысяч. Уже три года у меня они находятся. И, как видите, из расходов до вала я не так много. Хватит еще на очень-очень много лет. Ну и здесь все очень просто. Сначала нажимаем на ручку. Захватываем кончик ленточки. Вот все автоматически он делает. И просто обводим вокруг чего-нибудь. Еще раз нажимаем до конца. И у нас все готово. Все закрепилось. Ленточка. Чудесное приспособление, изобретение гениальное. Спасибо тому человеку, который это придумал. Жизнь огородника облегчает на сто процентов. Очень ускоряет время работы с подвязыванием томатов. Чего угодно. Подвязываю я таппинером обленилась. Уже даже горох подвязываю. Хватит. Продолжение следует... Продолжение следует... Я надеюсь, что вам видео понравилось, вы открыли для себя что-то новое, подписались на мой канал, поставили лайк. Желаю вам всего самого наилучшего, очень скоро увидимся в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал!